Всем привет! Девчонки, сегодня поговорим о отношениях с мужчинами, в частности, восточный менталитет турки. Но я считаю, что это относится вообще к многим другим нациям, другим характерам мужчин. Короче, это может быть в вашей любой стране, даже если вы, например, не с иностранцем, не с восточным мужчиной встречаетесь. У меня бывают такие письма, и что я сразу хочу сказать. Девочки, пишите письма, особенно ваши позитивные истории, которые как-то хорошо закончились в любви. Я их прочитаю в своей рубрике «Позитивные истории окончания хорошие, интересные». Позитивные очень притягивают, мне это очень нравится, даже самой интересно почитать, счастье каком-то, да, людском. Но бывают очень часто письма, когда девушки в какой-то панике, у меня пропал турок, срочно, или там в интернете, на сайте знакомства общалась, перешли там в WhatsApp. Короче, пропал мой парень, пропал мой онлайн мужик какой-то. И девушка в панике, в шоке, знаете, вот этот тремор, страх потерять. И самое, что ужасное и страшное, у меня прям череда в последнее время была этих писем, потому что корона ситуация, и те, кто был ненадежный, мы изначально, у них есть повод слиться, расстояние дорогая, экономика, все дела, то не работает, в стране сегодня работают, проблемы. И давай как бы расстанемся, или у меня, ну короче, вы поняли, да, тема для слива новая получилась. Кризис во всем мире, или в его стране в частности, это начинается кризис в отношениях. Самое, что ужасное, что, к сожалению, когда женщина вот так вот привязана к отношениям, она в онлайн формате, они общаются, либо там живут на две страны, у них уже, ну короче, отношения идут, они встречаются. Но переезда там, свадьбы, это ничего не было, гарантий никаких, да, то есть все на ниточках таких, которые можно легко перерезать. И когда женщина вот в этой позиции, как бы сказать, неуверенной, да, она не знает, что будет, тогда ей легко манипулировать. И, к сожалению, если мужчина пропал, что-то произошло, или конфликт, он после конфликта вроде бы какого-то легкого не выходит на контакт, на общение. Короче, он пропал куда-то, она начинает на себе под себя грести, это я виновата, а это я не так сделала, а я его не так услышала, а я его не так поняла, а потому что у него другой менталитет. Это я должна была прислушаться, я должна была быть в отношениях мудрых. Короче, девочки начинают себя винить. И, к сожалению, таких, ну больше 50% таких историй, потому что если мне письмо не написано, то у девушки, ну она как бы оценила эту ситуацию, ну дорогой, не судьба до свидания, то есть она не бежит к блогеру или кому-то еще за помощью, за советом, поплакать или еще что-то, короче говоря, у нее нет вот этой паники. Но когда проблемы, либо самооценка, либо ситуация какая-то, больная-больная отношение или еще что-то, женщина в этой панике начинает мне, ну мне, по крайней мере, писать, просить совета. Сегодня я хочу дать на эту тему советы, что вообще делать, как жить, когда с ваших радаров иностранец, турок, либо вообще кто угодно, мужик просто какой-то, да, соскочил. Да, когда вы не можете с ним встретиться в реальной жизни, он не в вашем городе живет, да, когда он далеко от вас, когда вы не можете предпринять каких-то действий. Моя главная позиция на все времена никогда меня не подводит. Если ты не знаешь, что делать, никогда ничего не делай, ситуация тебя сама выведет в нужном направлении. К сожалению, вот это именно сейчас будет относиться к менталитету, знанию характеров, то да, девушки начинают наши, когда они передобавляют всякие сайты в знакомство или знакомятся уже в социальных сетях, например, с турками будем сейчас, только о турках говорю. Я думаю, это вообще относится к большинству мужчин, не турков, это только касаемо, вот честно. Девушки начинают в соцсетях пытаться провоцировать в эти моменты, да, он залег на дно, затаился, что-то там, она боится потерять, она хочет быстрее на эмоции вывести мужчину, обратить на себя внимание, чтобы он о ней не забыл, чтобы он ее, скажем так, не кинул, да, о себе напомнить. Но как? Как можно? Ревностью, естественно, или наоборот, мне так без тебя хорошо и классно, ты мне не нужен, страдать-то как бы, показывать, что тебе плохо без него, не комильфо, надо показать, что тебе без него офигенно кайфово, но, типа, я и без тебя классно себя чувствую, да, либо ревность другим мужчинам, все, две эмоции, другие женщины не видят, не знают. Но девушки в этот момент, вы вот в этой панике, ощущении страха потерять мужика, вы забываете, что достойно ничего делать не надо, никак не реагировать, полный игнор, и если вы пропадете в ответ, мужчину зацепит такого эмоционального, восточного еще больше, чем то, что ваше вот это поведение на показ «мне хорошо без тебя» или «ревность другим мужчинам», она очень предсказуемая. Каждый мужик об этом думает, это очень легко сделать, но полный игнор, например, и вообще так же не выходить на связь, это заденет его еще больше, хоть он может этого даже не показать. Это будет непредсказуемо, как минимум, он такой реакции не ждет, тем более, если у него, например, есть общение, до вас был опыт общения с женщинами, европейскими, да, не восточными женщинами, которые уже чуть-чуть изучил, понимает менталитет вашей, как бы предугадывает, да, и что будет. Так вот, постить фотографии в купальниках, как ты поехала в отпуск, не надо. Это тоже параллельно ревность к другим мужикам, она на отпуске кем-то познакомится и все прочее. Или там доставать свои старые фотки из каких-то отпусков и делать вид, что типа ты сейчас уехала, когда границы все закрыты. И либо пытаться, как бы, проявлять ревность с другими мужчинами или резко добавлять себе, там, не знаю, в Инстаграме, еще многие общаются, да, там, друзья всяких, там, таких же мужчин из его города или его национальности, не надо этого ничего делать. Вообще лучше, если где-то там просматривается, сколько раз вы выходили, когда на страничку, там, ВКонтакте или, там, в Одноклассниках, в Фейсбуке, вообще не выходить на свою страничку, заморозьте ее. Если вам так хочется за ним следить или еще что-то, создайте фейковую с нее и шарьтесь, там, две-три лучших подруги, с которыми ты переписываешься, вы и мы с фейкой можете написать, правильно? Не прерывая общение. Для большего масса людей вы все равно со всем своим френд-листом в соцсетях не общаетесь, заморозьте свою страничку, неделю, две, три месяца не выходите, не появляйтесь, не показывайте время, что вы, где вы, как вы, не надо этого делать. В Инстаграме у вас не блогерская страница, вам не надо какие-то посты регулярно делать, ничего не постите, никаких фотографий, никаких сторис, ничего это не надо, интригу разводить. Он, если вас там где-то заблокировало, может наблюдать за вашей жизнью, он, офигеет, куда она пропала? И тогда он подумает, что она страдает, да, но если у него есть к этому интересу, и я ей сделал плохо, где она, что с ней, а вдруг она, не знаю, на себя руки наложила или еще что-то. Но в любом случае у человека, если вы ему дороги, и это какие-то игры, невротические в отношениях, к сожалению, то он на это поведется, не то, что он там побежит быстрее вас, скажем так, узнавать, где ты, дорогая, что с тобой? Ну, по крайней мере, в голове эти 100% мысли будут, если ему женщина-мужчине дорога, да, то у него будут такие вопросы, вот честно. Если вы ему недорогие, не надо пытаться вообще никак человека провоцировать, уже, ну, извините, забейте, ну, унижаться что-то ради этого не стоит. Не ваш человек, и вы ему не нужны. Это тяжело и больно, но это надо принять просто, не говорю, что принятие на себя, ой, я такая плохая, я ему не нужна, я ему неинтересна, забейте, просто я ему неинтересна, найду того, кто мне будет интересен, вот и все. А если у вас были отношения, вот сейчас берем турков, турки не могут быть после каких-то турок, или вообще иностранцев такое бывает, да, то есть, если у тебя он может нормально относиться, не особо ревностно к мужчинам твоей национальности, что как бы логично, да, ты, ну, естественно, не девственница, уже тебе 40 лет, у тебя там, например, детей есть или еще что-то, ты в разводе, да, мужчинам твоей национальности нормально будет относиться к бывшим, да, с пониманием, что это у всех бэкграунд может быть. Но если, упаси боже, он увидит, что там был турок, или вы просто где-то общались в интернете, попробуй объяснить, да, что у вас там не зашло, у вас это будет всякие напоминания, типа, сравнение себя с ним и все прочее. Короче, турки не могут быть после турок. Поэтому я вам посовет, если у вас какие-то интернет-знакомства на сайтах знакомств, шуру-муру в соцсетях были, и вот это вот наша идиотская, вот это идиотская, это неправильно, это и у нас неправильно в менталитете, в воспитании, вообще это нигде неправильно. Ну, мы будем друзьями с бывшим, а почему мы не можем быть друзьями? Потому что нет дружбы между мальчиками и девочками, тем более между теми, кто спал, например. Не бывает дружбы там, не может. Это химия на другом уровне. Если ты уже был связан с этим человеком на физическом уровне, ты не можешь быть ему бывшим. Эта связь всегда напоминает о себе. Это априори вот так. Все. Короче говоря, когда у вас есть какие-то бывшие, удаляйте спокойно из списка друзей, например, в том же контакте. Вам, во-первых, при новых общениях будет меньше вопросов, меньше каких-то тем всплывать, ревности, оправданий, доказываний, что у вас там с ним ничего не было, или у вас с ним нет никаких чувств и все такое прочее. Пообщались, перестали общаться, не надо хранить у тебя вот этот список иностранцев, либо сайтов знакомств, я не знаю, где вы общаетесь, да, либо турков, список вот этих мертвых душ, с кем вы никогда общаться уже не будете. Удаляйте напрочь, не оставляйте вы это. За собой не тяните эту память, историю, эти следы своего прошлого. Вам это, если вы планируете, просто есть женщины, которые мне пишут, которые планируют замуж, именно турка там, например, себе ищет. Но и не показывайте, что вы давно в этом поиске ищете, это любого мужика отпугнет. Вы подумайте, если вам турок, который с вами познакомится, скажет, ой, я фанат России, россиянок, я себе ищу русскую жену, ну, славянку, например, у меня уже их там список у него дофига всякий, вам это приятно будет видеть? Вам приятно думать, что до вас уже дофига перепробовали и с другими побыли, и чем-то кто-то, как это, каково быть после там кого-то? Это неприятно будет. Так и вы подумайте, зачем мужчине это показывать, чтобы он чувствовал, что он после кого-то, он должен быть единственным, неповторимым, самым нужным. Поэтому, если ваш турок пропал, не провоцируйте на эмоции, не выводите, лучше залечь вообще на дно и не высовываться. И просто поймите, жить своей жизнью, восстанавливать свою обыденную жизнь. И если это не судьба, он не вернется, не попытается там одуматься, еще что-то, да, то это не ваш человек. Если он уже вернется, поймет, и вы вот этой своей тишиной ему что-то, зернышко в голову, переживания о вас, все, вы увидите, что он вас переживает, когда вы не выходили там на связь, то тогда, ну, можно посмотреть там, исправить какие-то ошибки, продолжать свое общение. Но не надо, блин, дергаться и вообще в панике писать блоги, а что мне делать, помогать, откуда я знаю, я же не вас, не вашего мужика, не знаю из этой всей ситуации, как я вам могу вообще помочь, никак, это меня ситуация не касается. Это просто у вас эмоциональный на данный момент такой срыв, потому что вы пытаетесь хвататься за все, за любой шанс, еще самое, как мне его удержать, как мне с ним помириться, как выйти на коза, зачем унижаться. Но если он у вас такой обиженка, нос кверху и пошел и удалил, ну и пусть идет. Вы что за ним всю жизнь, получается, так бегать будете на коленях, ползать и прощения просить вам, как личности, зачем это нужно? Это унижение себя. Надо достойно переносить даже поражение, какие-то отказы, вот все. Так что, подводим итог. Не надо пятнать свою какую-то репутацию, пожалуйста, если вы с кем-то там что-то общались с ветвой, удаляйте, почищайте. Это не очень хорошая память, скажем так, будет. Вот и все. Не надо. Это не повод, короче говоря, для гордости того, чтобы ваш новый ухажер, который будет, его, скажем так, провоцировать на ревность и все прочее. Ревность не надо так добиваться. Если вас любят, то вам ревность не хочется видеть в человеке, провоцировать на ревность, чтобы увидеть его эмоции. Вот что я хочу сказать. Пусть он думает, что он у вас самый первый, идеальный, самый любимый, неповторимый. И то, что вы тоже самое хотите от мужчины слышать. Вот и все. Я думаю, все друг друга поняли. Если будут вопросы по этому поводу, пишите в комментариях. Скоро увидимся. Всем пока.